Каш, спасибо, пожалуйста. Ну, давай, девчонка. Ну, не только у нас, понимаете, если вам рассказать не вывезет, потому что он ваших законодательств сделал. Ну, и, собственно, можно показать, что это нельзя. Ну, что-то, когда вы не сидите, у меня вообще... ...поставал. Смотрите, интересная штука. Я попросил добавить шеста. А чего добавили? На стране. Володя. Разговоры. В деле увлекательные вещи происходят. Если вы добавили шеста, то чего вы добавили? Эмоции. Эмоции совершенно точно. Я не видел одного человека, который пнул. Который не добавил шеста. Который не добавил шеста. Фактически. Просто не добавил шеста. Ну, как можно быть безэмоциональным и... Устроил здесь ветерную мельницу. То есть, ваш фокус внимания — это единственный. Жест. И вас уже не нужно просить быть эмоциональным. Ну, как это — быть эмоциональным? Это откуда взять? Это что такое? Оказывается, все очень просто. Это в теле. Добавьте шеста. Добавьте жизнь в ваш рассказ. И вас будут слушать. Мы не наезжаем. Наверное. Наверное. Если надо наехать, то наезжайте, конечно. Но по отношению к аудитории я не думаю, что это подходящий порт. Хорошо. Мы с вами добавили жеста. И в аудитории стало волшебно, весело. Появился смерть. Просто потому, что появилось оживление. В прямом переносном смысле. Чего бы еще, совершенно точно, по вашему мнению, необходимо было добавить оратору так, чтобы он привлекал свое внимание. Внимание к себе. По-русски это так значит. Паузы. Паузы. Чтобы речь не была монотонной. Говорить с паузой. Хорошая штука. Запоминаем. Взлета бывает. Фокус схватил. Встретить взлета. Вот ответственно. Как же с аудиторией нужно? Да, да. Контакт с аудиторией глазами. Совершенно верно. Те известные комменторы, да. Те, там, Джуди Деразье, допустим, да. Которая работает с аудиторией. С огромной аудиторией. Многие рассказывают о такой ее способности. Она не очень уникальна, но она у нее есть. Она есть у большинства ораторов, которые приедут на аудиторию здорово. Это не говорение куда-то в одну точку. Помните, да, запись любимая? Были в старуху. В двадцать третьем ряду и расскажу непременно все веки. Если человек рассказывает одному, то это получается какой-то диалог между двумя. Вот я Миша беру и все рассказываю. И тогда вся периферия. Что он чем делает? Скучать. Или скучать. Или требовать к себе внимания. А как оно будет требовать к себе внимания? Вопросы задавать. Вопросы задавать это неплохо. Дурные, а бессмысленные вопросы задавать. Привлекать к себе внимание любым образом, лишь бы про них вспомнили. Мы же здесь. Ощущение аудитории должно быть, что вы говорите с каждым. Какой есть достаточно простой и эффективный прием? Вы очень коротко задерживаете взгляд на каждого сидящего аудитории. Причем это не полив такой, здравствуй, вот так. Потому что иначе у человека не возникает понимания, что именно с ним здесь. А точечная остановка взгляда. Ненадолго. Совсем на чуть-чуть. И человек понимает, что это обращение практически и к нему тоже. Вот такой простой прием. Встретись взглядом с аудиторией. Встретиться взглядом с аудиторией, это значит встретиться с каждой. Если перед вами такая камерная аудитория, вы можете подарить каждому по маленькому кусочку своего внимания взгляда. Если аудитория большая, то что сделаем? Активный. Активный или это полив? Нет, группы просто, секторы. По секторам идти. Вообще, наверное, если я нападусь достаточно далеко, если я войду еще дальше, и вас станет еще больше, то я буду уделять секторарное внимание. Этим, 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 этим. И у всех будет представление, что я говорю именно с ним. Просто в силу удаленности человека. Простой прием. Достаточно простой. Да, вопрос? Ну, это... Простой.